всем огромный привет всем привет ну вот долгожданное интервью с Роксаной это уже третье видео Роксана в котором ты появляешься на моем канале первое было интервью с Итала молодым человеком из Чили ссылочки естественно мы оставим второе видео было посвящено творимо борт-отелем в Петербурге да и это тоже очень интересное важное видео где можно остановиться тем кто приезжает в Петербург на короткий или длительный срок и тоже ссылочку на видео а также все твои координаты мы оставим но сегодня я хочу вас познакомить с Роксаной именно как с человеком как с личностью как с блогером как с девушкой очень интересной судьбы я бы так сказала с богатым жизненным опытом да и несмотря на то что Роксана выглядит как юная вообще я не знаю студентка второго курса от силы вот рассказать ей уверяю вас есть о чем Роксана мы с тобой общаемся уже точно больше двух лет потому что как только я открыла канал и стала выкладывать видео об Аргентине ты мне стала писать комментарии и ты тогда еще выкладывала видео насколько я помню из Испании да возможно из Испании из Испании ну вот начинаем знакомство и так расскажи о себе ты родилась в Петербурге да я родилась в Петербурге и первые годы моей жизни мы жили на миллионной улице это прямо то есть ты прямо петербурженка мы жили в коммуналке как многие тогда правда коммуналка была маленькая на пятом этаже без лифта то есть моя мама все прелести так сказать советской жизни испытала ну мама у Роксаны художница и она замечательные картины и когда-нибудь Роксана сделаем видео посвященное твоей маме и ее картину потому что мама моя к сожалению умерла несколько лет назад поэтому так сказать оставилась ее память да Оксана сказала что ей тяжело будет это делать видео но я думаю что ты морально все равно должна мобилизоваться потому что мне кажется это очень важно давай сделаем с небольшим летом может быть хорошо да давай вот ну некоторые картины вы видели они мелькали в апарт-отеле потому что мама рисовала их специально для этого твоего можно сказать да мама она была профессиональным художником закончила Мухинское училище это наше в Петербурге очень знаменитый институт художественный и она всю жизнь рисовала потому что это была ее жизнь ей это очень нравилось и даже в тяжелые годы вот когда у нас перестройка началась ей пришлось этим зарабатывать то что фабрика где она работала и музыкальных инструментов закрылась как практически все фабрики в Советском Союзе и ну вот мама была таким героическим человеком я считаю всю жизнь рисовала Роксана а в какой момент вот тебе пришло в голову что ты должна учить испанский язык что ты хочешь уехать в Испанию или ты не хотела не скажи мне это произошло это случайно я работала в одной фирме потому что надо было выживать тогда пришлось мне учебу бросить да сколько лет тебе было мне было лет двадцать наверное да и там был один мужчина который знал испанский и английский он там работал в Африке до этого и он как-то предложил мне учить меня испанскому просто так а я уже знала английский язык потому что курсы закончили в школе учила и мы начали с ним учиться но после первого же занятия он понял что у него нет терпения он это делать не может да как-то преподаватель это можно знать язык но да 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 а мне уже понравилось и я начала дальше сама изучать искала преподавателей сама читала учила в общем каждый день занималась переписывалась с испанцами это очень кстати полезно потому что в переписке узнаешь все новые слова и всех выписываешь и сначала научишься как бы читать правильно выражения сначала устно а потом наступает прорыв вот и я такого выучила где-то за полгода прилично выучила потом я стала заниматься с кубинцем вот Марина она с испанцем да совершенствовала у меня несколько было да 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 а я с кубинцем совершенствовала и очень хорошая есть книга кстати вот по грамматике грамматика Виноградова это классическая книга для университета всем кто учит испанский советую приобрести и читать это вот классическая такая очень хорошая книга и вот так и выучила потом этот кубинец мне надо луну работать гидом и работать с туристом в Петербурге так я начала работать создала страничку в интернете и так потом познакомилась со своим бывшим мужем который был испанцем из Барселоны но на тот момент еще будущим мужем ну да 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 испанцем из Барселоны причем не каталонцем насколько я понимаю а именно испанцем испанцем да да ну для тех кто в теме каталония хочет выйти из состава Испании и люди которые себя называют каталонцами они себя как бы испанцами не считают но тем не менее вот твой был испанцем ну там пополам напополам там пополам напополам но себя ощущал испанцем из него не было вот этих каталонских нет он не националист как раз против этого как бы он такой более религиорист и так ты будучи совсем юной девушкой с испанским языком выученном здесь самостоятельно практически отправляешься жить в Барселону и что первое что тебя там удивляет вот вообще вот когда ты приехала в испанцию что-то ты помнишь же ну совершенно и другие привычки конечно что они там очень любят обедать по много часов а работать они любят? ну работать они каталонцы считают себя что они очень любят работать ну как бы мне кажется что они больше любят на работе говорить об этом да пить и пить кофе там вот такое да не ну есть конечно кто работает но у них работа это не культ у них нет культа работы у них так сказать культ это наслаждение жизнью отдыхать покушать бары там все эти рестораны пляжи скажи пожалуйста ну хорошо вот вы жили сколько 10 лет? да 10 лет почему в конечном итоге разошлись то есть все таки разность менталитета ну мне кажется во первых мой муж был у меня старше и наши интересы как бы уже разошлись у него там произошли какие-то личные его события немножко там как бы он решил что ему спокойнее будет без меня теперь жить ну я была моложе его как бы ну вот не знаю может рутина да ну ты как бы спокойно к этому отнеслась или для тебя ну развод это никогда не спокойно развод то есть до этого у меня были там ой такие темы Марина поднимаешь знаешь а ты можешь не отвечать плохие отношения там последние годы как бы депрессии все такое потому что у него такой характер авторитарный и он как бы его проявлял он лидерские качества у него там такой важнейший в общем не сложилось ну слушай я со своим мужем прожила почти 20 лет а дело кончилось тем же самым 20 лет это вообще изобразительно это вся жизнь теперь теперь я Марина Монтани теперь у меня другая жизнь но я честно говоря только жалею что я раньше с ним не развелась и потеряла очень много времени иногда лучше отрезать чем терпеть но мы обычно терпим то что честная психология нам легче находиться в зоне комфорта то есть даже если плохо мы знаем где мы живем и что ожидать мы боимся перемен а развод и перемена там страны и всего это перемена и наша психика боится этого Роксана ну вот скажи пожалуйста вот мы с тобой начали общаться ты еще там была да то есть слушай я уже не помню ну потому что я помню что видео ты выкладываешь а нет это я ездила а ты ездила уже ну ты уже вернулась да 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 я вернулась да вернулась уже да а как ты потом решила попасть в Чили как получилось что ты тебя метнуло ну да ну я жила в Петербурге там мы ездили в Испанию с мамой там летом но я поняла что как бы мне в Испании жить не нравилось после этого я жила с мужем и потом одна не хотела там с нуля ночевать у меня уже были неприятные ассоциации ну понимаешь да да я тебя понимаю я думаю что очень многие сейчас они прошли да сразу говорим сейчас они прошли да хочу вернуться в Испанию в Испании очень здорово можно да спасибо жизненному опыту да а кстати значит я хотела сказать что я во многих странах была и всегда примеряла себя ну на предмет а могла бы я здесь жить да вот знаешь где бы я единственное место где бы могла жить это Испания ну поехали вместе да причем это юг Испании мне очень нравится вот это вот Севилья Марина короче мы думали вернуться в эту в Каталонию но если она отделится мы поедем к Мандауси это точно давай вместе поедем Роксана ну расскажи и так ты вернулась сюда и в какой момент тебе вот раз и ты решила что именно Чили почему именно Чили потому что у меня в Аргентине я была три раза мне не нравится в Аргентине там я считаю что там небезопасно и разные другие ну как то не хотела просто знаешь для многих зрителей вся Латинская Америка это вот одно единое нет страны совсем разные их объединяет только испанский язык а там они очень разные по менталитету и по населению даже ну вот расскажи про Чили это у нас одно из самых как я попала в Чили значит я работала в Петербурге на Фейсбуке у нас есть страничка Санкт-Петербургу и туда пишут разные люди испаноязычные заинтересованные в России там много всяких культурных образованных людей мне туда написали чилийцы и я стала с ним общаться и мне очень понравилось какие они были что они как вот многие латиносы ну они такие странные немножко для нас да а чилийцы мне показалось что они образованные культурные ну такие люди написали да я с ними подружилась и стала общаться и они мне стали рассказывать про Чили так интересно что говорили что Чили похоже на Ру на Россию менталитет похож мне говорил я так не считаю но мне так человек говорил я заинтересовалась потом я значит стала дальше про эту страну узнавать познакомилась еще со многими людьми и познакомилась с русскими которые там живут в том числе с моей подругой которые мы стали потом очень близкими подругами там вот Лиза да Лиза да и я решила что мне надо туда поехать на зиму потому что в Петербурге так как я работаю в туризме зимой делать нечего у нас туристический сезон это с ноября по сентябрь а зимой это у нас холодно темно и грустно и у меня в тот же год вот умерла мама я вообще сначала думала с мамой поехать ну вот мама умерла ну что делать я здесь все время об этом думала мне было очень плохо там рыдала каждый день нужно было обязательно сменить установку и я туда поехала друзья уже были с которыми я по интернету общалась ну но мы там не по скайпу общались очень близко каждый день все я рекупила билеты и поехала туда Лиза тем более она из Москвы она мне объяснила что все а здесь Лиза уже заранее поставила да 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 я с ней в августе познакомилась а поехала я в декабре а Лиза там жила с июня по моему она вообще тоже героическая она туда приехала без знания языка ну сейчас она уже все выучила конечно но есть такие люди авантюристы вот и ну могу сказать сразу от хорошей жизни в Чили не едут в Чили это вообще от России ну то есть самая даем из Москвичка ты петербурженка да 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 у каждого свои причины у каждого свои причины у каждого свои причины ну да 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 каждого свои причины я туда приехала вот встретилась сразу первый же день мы встретились с Иситовой с Лизой пошли в супермаркет Исала это тот молодой человек у которого мы брали интервью да по той супермаркет Итала просто сразу проявил великолепно он сразу все пакеты таскал а ты же с ним на Фейсбуке познакомилась нет я с ним по-другому познакомилась а как ну по интернету тоже ну по интернету да да но тем не менее когда ты приехала ты уже знала что ты с ним встретишься конечно меня в аэропорту встретил ну ну прям же там целая делегация да да я же враво целая делегация Итала когда в жизни русских не видел не ну он в Барселоне когда он видел А тут он сразу двух получил. Лиза и меня. Ну, кстати, Лизу, кто захочет посмотреть, ваш канал называется «Русские в Чили». У нас есть канал «Русские в Чили». Вы даем ссылку. Ссылку я подписываюсь. В всякий случай просто можете набрать «Русские в Чили». Посмотрите наши видео про Чили на русском языке, и мы будем еще много таких видео снимать. Да, особенно сейчас, когда ты собираешься и поедешь. Да, сейчас ты поедешь. У вас уже будет зрителей, может быть, побольше, потому что, ну, это интересно. Они там такие видео смешные, некоторые делают. Вообще, мне очень нравится. Спасибо, Марина. Ну, давай дальше. Ну вот, я там прожила пять месяцев сначала. Ну, как бы совсем другая культура. Там, у нас в Питере было холодно в декабре, там было 35. Сантьяго же у столицы. Ну, ребят, потому что у нас... Это южно-пула. Да, южно-пула. Разные. Лето и зима как бы в противофазе. Потом я вернулась в Петербург, работала здесь летом. Потом еще поехала на шесть месяцев прошлой зимой. Ну, а летом, потому что здесь активизируется работа в твоих апарт-отелях. Конечно. Поэтому ты сама работаешь. Ну, а чего там сидит? А зимой у тебя работает другой человек здесь, да? Зимой там тоже прохладно, там не вечная жара, как многие думают, что в Южной Америке нет. Там тоже есть зима и лето. Ну, Чили такая самая уникальная, наверное, страна. Самая узкая и самая длинная. Она как вот такой ленточкой узенькой вдоль кордильера. Лица говорят, что наша страна самая длинная. Да, это точно. Протянута сквозь весь континент, да? И начинается там с пустыни Атакама, по-моему, да? Да, заканчивается фактически Южным Порисом. В Патагонии, да. 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 Ну, хорошо. Вот ты жила в Чили, ты жила в Испании. Причем, как бы, ну, я бы сказала, можешь рассказать об этих странах и судить как-то именно изнутри. Вот что тебе показалось? Вот у них испанский язык отличается, да? Да. Да, понятно. И чилийский, и испанский, и испанский. Классический. Классический, Костидиано. Вот, легко ли тебе было адаптироваться? Вот ты как-то свеклу сразу назвала. Вообще никаких проблем. Там Римолачи. Римолачи – это в Испании, а витарага в Чили. Витарага в Чили, да. То есть, ну, вот расскажи, что тебя удивило, сравни, вот, свои впечатления. Ну, насчет испанского языка. Я до этого, так как мы общались с чилийцами, я читала всякие, я уже знала все эти слова, но не все там некоторые. У меня не было никаких проблем, что я там что-то не понимаю, я ее не понимаю. Если вы знаете классический испанский язык, достаточно. Вас поймут, я думаю, в любой стране Латинской Америки. Да. Да, подтверждаю. Не надо думать, что если они так отличаются. Да, отличаются, но они классический язык поймут всегда. Даже вас будет больше уважать. Угу. А вот скажи, вот многие же думают, что в Латинской Америке такая нищета, что там вот много просто бедных людей. А как там вот обстоит дело с теми интеллигентными, образованными, которые тебе писали? Ну так. Ты до этого мне задала вопрос, чем отличается или какое-то такое? Я сказала, чтобы ты сама проанализировала, какие отличия там. Ну, отличие Испании – это высокоразвитая страна, люди Евросоюза. Я думаю, этим все сказано. А Чили – это развивающаяся страна Южной Америки. Я думаю, все все поняли. Ну, смотри, у всех же о Латинской Америке в основном представления по сериалам. Там как бы все делятся на типа сеньоры, которые живут с прислугой, да, такие все красивые, при макияже уже прям просыпаются. Вот. Ну, могу сказать, в защиту Чили могу сказать, что они считаются, они и Ругвай – самые богатые и развитые страны Латинской Америки. Вот Чили и Ругвай. Чилиц этим гордятся. Ну, конечно, сравнить это с развитыми странами Западной Европы, так сказать, им все-таки далеко по многим параметрам. И… По образованию в том числе, да? По всему. По социальному равенству, по комфорту, по, как раз так сказать, ну, по современности мышления, что ли, не знаю, вот разности. Конечно… Как много Чилицев могут путешествовать в ту же Европу или Соединенные Штаты? Ну, минимальное количество. Меньше, чем вот русских, например. Русские тоже по статистике мало ездят, да? Да, да. У нас, извините, с деревни тоже там никто не ездит. Да. О чем мы говорили? А, что все сеньоры там, что-то такое. Да. Ну, что можно сказать? В Латинской Америке Марина вот по Колумбии знает. Там до сих пор классовое общество, которое в Европе уже исчезло практически. То есть там есть высший класс, средний класс и низший класс. И люди все разделены вот по классам. Не все равны, а вот люди разделены. И существует классовое ненависть, классовое неравенство там. Все классы живут в разных районах, ходят в разные школы, не пересекаются, там пары не создают между собой. Исключения бывают, но это именно исключения. Например, в том же Чили. Как определяется социальный класс человека? Место проживания, они все в первую очередь у человека спрашивают два вопроса. Дон де Виллис, где ты живешь? И Акета де Дикас. То есть чем же занимаешься? И как бы эти вопросы, меня вот лично, меня они оскорбляют. Потому что мне кажется, что меня оценивают, что ты вообще кто. Мне кажется, что это оскорбляет. Ну, меня это оскорбляет. До них это нормально. Но вот как бы у нас, как в Петербурге, да, где ты живешь? Там в Купчино или на Невском проспекте или на Крестовском острове. Нас такой не спрашивают. Типа, если живешь в Купчино, значит и там, понятно, никто. А если на Крестовском острове, то все, будем вместе с тобой делать. Там это первый вопрос. Все по району. Потом по фамилии. Больше всего ценятся фамилии английские, итальянские, басские, немецкие. А баски это какие? Баски это из страны басков. Нет, я понимаю, что из страны басков. А как они звучат? Они звучат непроизносимо, непроизносимо. Какой-нибудь там эрорус какой-нибудь. А, да? Ирорасовый какой-нибудь. Я не знала. Да. Да. И потом, значит, идут фамилии испанские. Какие-нибудь там, ну, обычные. Мендес. Мендес, да. Какой-нибудь там Мендосов. Ну да, любые. Гомес. Гомес, да. А какие? Совсем низшие. Это фамилии, которые индейские. Так чилийцы, что с тобой представляют чилийцы? Большинство. Это смесь испанцев с индейцами. В основном из премии Мапучи. Потому что чили – это бывшая испанская колония. И испанские завоеватели, они смешивались с индейскими женщинами. И так вот оттуда пошли чилийцы. Таких большинство, практически, может 95%. Там было какое-то генетическое исследование. И вышло, что индейской крови нет буквально там то ли в 2%, то ли в 5%. Чилийцы, многие утверждают, что у меня нет никакой индейской крови. Я там истинный испанец. Или португалец. Или я немец. Такой немец, знаете, темный такой. А как же звучат индейские фамилии? Вот Пиночет – это… Нет, Пиночет – это… Это не индейская фамилия. Но это какая, считается? Слушай, я думаю, это… Даже не знаю, я думаю, это какая-нибудь французская, может быть, что-то такое. Это не испанская. Хорошо. А как звучит индейская фамилия? Хоть примерно знать вот как. Ну, я просто… Ну, я просто… Мне бы не хотелось их называть, потому что это фамилии там, например, какие-то знакомых. Я не хочу. Многие индейские фамилии начинаются с буквы «ачи», потом… Ачи? Ну, как бы, которые не читаются. Которые не читаются, да. Ну, не хочу называть фамилии знакомым. Вдруг они это посмотрят, а мы им неприятно. Я не знаю. Ну, ладно. Хорошо. Ну, в общем, если вы в Чили сразу понимаете, что это… Или вам это… Вас чилицы проинформируют. Роксана, а вот… Дальше социальный класс как определяется? Значит, уровнем образования, внешностью, чем белее и светлее, тем выше класс. Тем темнее, ниже, такой индейский более черты лица, значит класс ниже. Поэтому в Чили белые люди считаются представителями высшего класса. И вот… Ну, им престижно быть белым человеком. Ну, ты рассказывала, что вас на телевидении даже приглашали, чтобы там что-то такое… выступали как модели. Это было же что-то такое? Нет. Нас не… Ну, там есть русские, кто так работает. Я на телевидении была. Не, я на телевидении не была еще. Ну, там есть русские, которым работают моделями на телевидении, да, есть такие. Ну, да. Ну, это недостаточно просто быть там блондинкой какой-то, надо как бы себе что-то представлять, что по партнению ездить. Они там тоже не так просто, там все схвачено. У них тоже там есть блондинки, белые, есть у них там все, но из высшего класса. А как ты считаешь? Вот сейчас такая несабильная обстановка в России, и многие задумываются там об отъезде. Да, я нет, я не задумываюсь. Я буду здесь до конца, что называется. Но, тем не менее… Надеюсь, что конца не будет. Но, тем не менее, такие настроения встречаются. И вот является ли Чили такой страной, в которую все-таки вот ты приедешь и как-то можешь хорошо устроиться? Я не беру там программистов, которые в принципе… Да, в Чили много программистов. Наших… Много программистов, они там довольно неплохо живут. Мужчины. Да? Хорошо зарабатывают. Ну, я не знаю, как мне заодно. Ну, вроде там их… Они есть там, да. Угу. Вообще, русские в Чили. Кто они? Да. Кто они? И сколько их? Вот я читала, что человек один проведет исследование, что вроде их 1300 человек там по данным консульства или регистру цивиль. Ну, это как бы их регистрационная палата. Тысячи две, по-моему. Значит, как попадают… Есть много русских женщин, которые выходят замуж за чилийцев. Есть, кто едет по работе к программисту или, например, в горнодобывающей промышленности, потому что Чили – это первое… у него первое место по добыче меди в мире. И там вот много всяких геологов там и так далее. И еще есть, кто вот решил действительно, пора валить, как говорится. И вот уезжает туда, потому что там очень легко получить документы. Не так, как в Западной Европе. И вот многие туда тоже едут. Ну, и есть еще кто там по каким-то своим личным причинам приехал. Вот в основном так. Кто-то остается, кто-то уезжает. Как бы страна на любителя. Да. Марина спросила, кому хорошо там жить. Хорошо жить, у кого много денег. Вы можете жить в приличном районе и вести приличный образ жизни. То есть находиться не на самом низу социальной лестнице. Ну, слушай, когда денег много, везде хорошо жить. Да. Но есть страны, где можно жить даже, потому что у тебя мало денег. Ну, в принципе. Согласись. Например, в Скандинавии там, по-моему, сразу какие-то женщины с детьми дадут пособие, квартиру. Или вам не дадут ничего. А пенсии там вообще существуют? Конечно. И недавно у блогера из Мексики она сказала, что в Мексике вообще пенсии отсутствуют. Нет. В Чили пенсии существуют. Есть, да? Они, как бы, есть побольше, есть поменьше. Существует оно. Но это там большинство пенсий маленькие у них очень. Как и в России. Ну, в общем, пожив в Чили, ты все-таки пришла к выводу, что в Испании тебе было получше. Ну, да. В Чили оказалось слишком много неприятных моментов. Может быть, мы слишком нежные, конечно. Но, как бы, ну… А какая-то ситуация такая же, как в Аргентине, или несравненно меньше. Я не знаю. Я не могу так сравнить. У меня в Аргентине чего такого ужасного не было. В Чили, ну, что там, какие-то мелкие кражи. Все они, они все боятся очень преступности. По телевидению, по своему репортажу они запуганы очень. Они очень боятся. Все время разговоры о безопасности какой-то преступности. У нас, ну, у Лизы украли велосипед. У меня украли кошелек. Метро попытался какой-то товарища нас обокрасть. Но у нас ничего ужасного не случилось. Но знаю, случаи плохие с другими людьми. И нападений, обнимания телефонов, врывания в квартиру. Ну, у нас не было. Я считаю, что если соблюдать правила безопасности, там, не ходить 3 часа ночи по опасным районам, что ничего ужасного не будет. Я, в принципе, себя чувствовала безопасно. Я думаю, что где-нибудь в сельской местности там еще меньше. А продукты там, вот какой выбор, какие цены? Продукты. Значит, там очень много свежих овощей и фруктов. Это одно из преимуществ Чили. Цены на рынке на них невысокие. В супермаркетах очень высокие цены. В супермаркетах там все очень дорого. Даже вот испанцы, которые в Чили сделали исследование, у них вышел, что в Испании на 20-30% дешевле. Почему такое происходит? Потому что там вот эти вот страной практически правят и владеют экономикой несколько семей. И они между собой, вернее зло, сговор. Большой конкуренции там нет. И они как вставляли цены какие угодно. Сейчас там вот скандал у них, что туалетная бумага, оказывается, фирмы, которые производят эту бумагу, были сговорей. Поэтому бумага там дико дорогая. И они устанавливали какие-то цены. Все, сейчас на них там забудут какие-то дела, штрафы. Вот все Чили сейчас про это говорит. И такое, и с аптеками то же самое. И вообще они сговорили с собой, все. Поделили страну, рынок поделили, все нормально. А как они вспоминают времена Пиночета? Перемена Пиночета. Ну, как бы кто как, кто как порядок был, как у нас любители Сталина, а кто как диктатура и кровавый режим, понятно. То есть страна разделена на правых и на левых. Правые поддерживают Пиночета. Всегда, видимо, так. Всегда. Как они там называются, фачус, да, фашисты. И левые, которые Пиночета ненавидят и так далее. Они все время ведут непроверивые дискуссии, ругаются, там даже в рамках одной семьи могут начать ругаться на этот счет. Правительство сейчас левое, и оно на стороне левых. Что мое мнение, если тебе интересно, я на стороне левых. Я не поддерживаю убийцу Пиночета. Потому что все-таки поддерживать это, все его пытки, издевательства. Я сейчас читаю как раз русскую книгу тех времен про это. То, что они там вот во время стадионе, как они убили зверски Виктора Хару, певца этого. Нельзя такое прощать. И как там некоторые говорят, ой, Пиночет не знал, да? Ну, вот Сталин у нас тоже, значит, не знал. У вас есть Марина все-таки. Ну да, а защитники Пиночета что говорят? Почему? Значит, они его любят. Поднял экономику, пригласил там вот этих Chicago Boys, экономистов из Америки. Поднял экономику. И что при Альянде экономика была развалена. Были очереди, талоны, ничего не было. Ну, экономика была развалена, потому что эти продельцы магазинов, фабриканты просто свои товары прятали, занимались саботажем. Ну, много. И Альянде, может быть, действительно, он был, я считаю, что он был идеалистом. И просто, ну, не мог он контролировать ситуацию, потому что слишком много противников было. Америка активно помогала сторонникам Питачета, все это финансировала. Ну, там США очень сильно. Советский Союз был далеко. Сейчас Чили уже далеко ушла от этого, и это совсем другая страна, да, по сравнению с тем, что было в Альянде? Я, в Альянде Питачета, не была в Чили. Там был коневендантский час, там был, ну, там совсем по-другому было. Ну, сейчас, как сказать, далеко ушла, но, тем не менее, в Чили остались многие законы времен Питачета, несмотря на левое правительство. И это чувствуется. Потому что, например, один этих законов, то, что вещь, которую мы просто с Лизой не приемли в Чили, это, что в Чили запрещены любые аборты для женщин. То есть, даже если женщину изнасиловали, если у нее больной ребенок, когда неизвестно, что он умрет, что она может умереть, аборт делать не будет. Аборт – это преступление. Если ты сделал аборт, женщину сажают в тюрьму. Это, мы считаем, абсолютно непременно. Этот закон принял пленочек перед своим уходом. До этого такого не было. И до сих пор это все. Да, сейчас в парламенте Чили идут дебаты об отмене этого закона. Но 30% населения, они считают, что женщина должна рожать ребенка, что у нее нет права распоряжаться своим телом. Это просто максимум мачизма. Мы это принять и понять не можем. Потому что, кстати, Россия была первой страной в мире, которая в 1920 году приняла право на аборт и на бесплатный. То есть, женщина сама решает, иметь ребенка или нет. Ну, вот закон, там не о свободных абортах. В Европе, где свободные аборты. Даже в Италии и в Испании эти законы приняли в 70-х годах. Хотя, кажется, Испания и Италия – колыбель католицизма, да? Нет. Там, пожалуйста, женщина, это феминистские страны. Испания – это феминистская страна. И там все со временем. Там просто, и когда испанцам рассказывают про то, что происходит в Чили, они сначала не верят, а потом говорят, ну все, Роксана, это 19-й век. Потому что этот закон действует. И закон, который сейчас хотят принять в Чили, это чтобы аборты были разрешены по трем показателям. Изнасилование, больной ребенок, нежизносособный, и угроза на жизни женщины. Только в этих трех случаях. То есть, о свободном аборте речь все равно не идет. Но, как у нас говорится, деньги держат все. И люди из высшего класса в Чили даже сейчас могут делать эти аборты, заплатив большие деньги. Там может 2 миллиона песо, там 200 тысяч рублей. И под видом типа аппендицит у них там-там все вырежут. Ну это как бы все знают, но вот это вот лицемерие общества. То есть, если бедная, ты будешь рожать, плодить в мечету. Аборты делать не можешь, посадят. А за денежки можно все. Ты можешь пойти в Аргентину, в Агрентине. Аборты разрешены. Да, поэтому вот эта дикость просто средневековая. Женщины, никто не может разрешить. Какие-то мужики должны решать за женщин, что это делать. Прям финистка речь портилась. Слушай, а Лиза не собирается вернуться, кстати, в Москву? Ну, Лиза должна сама свои планы, конечно, говорить. За нее мне трудно говорить. Она, я бы хотела в Испанию поехать. В Москву она не хочет. Ну это лично. Ну как бы за других не люблю говорить. Нет, я понимаю, зря я это спросила. Конечно, ну просто вы так дружите и просто интересно. Ну и кроме вот этих, есть еще другие законы времен Пиночета в Чили. Очень странные для нас. Поэтому они от этого наследия не избавились еще. И там все очень медленно происходит как бы. Там вот, как бы у нас как-то все быстро, в Европе там как-то все быстро. Там очень медленно, очень много консерваторов таких. Там, ну, странно далеко. Ясно. Роксана, ну, я думаю, что это было замечательное интервью. Ты очень многое рассказала и о себе. И мне кажется, что вот когда человек имеет свой канал, блогер, да? Да. То зрителям всегда интересно и они, ну, воспринимают через призму личности. То есть интересно послушать именно то, что ты скажешь. Потому что ты очень интересный человек. Мы еще не говорили про мужчин, про женщин. Слушай, ну, я думаю, что это надо с тобой сделать отдельное видео. Потому что я думаю, что мы с тобой на час сейчас наговорили. Вот. И, конечно, это наша не последняя встреча. Даже до твоего отъезда в Чили мы обязательно запишем еще и на испанском языке видео. И о мужчинах и женщинах. Потому что я думаю, это достойно отдельного видео. Да, да, да. Там текста много, да. Я думаю, да. Ты можешь рассказать о менталитете женщин Испании, Чили, ну, с Россией, естественно, сравнить. Вот. Я тоже свои пять копеек там внесу. Вот. Ну, а на сегодня, наверное, все. Наши интервью закачиваем. И увидимся совсем скоро в следующем видео. И не забудьте пройти по ссылочкам, которые я оставлю в инфобоксе. И зайти на сайт Роксаны, посвященный ее апарт-отеле. Да. И я очень рекомендую останавливаться здесь. Потому что, ну, это замечательное совершенно. Здесь вот мы записываем уже второе видео с тобой, да. И, я думаю, еще запишем. Так что увидимся совсем скоро. Приезжайте в Питер. Можно и здесь встретиться. Всем пока, пока, пока.